Открытая студия Здравствуйте! Свои комментарии по теме или вопрос для нашего спикера. Ну а мессенджеры, телеграм, вайберы и ватсап привязаны к номеру плюс 7 921 708 2006. Все необходимые гаджеты на столе готовы принимать ваши сообщения, вопросы, ну и комментарии также соответственно. Поговорим мы про итоги второго экологического форума СМИ ЭКО Медиа Баренс 2019, который вот буквально на прошлой неделе состоялся. Он длился два дня в городах Мурманск и Киркенес, что еще более любопытно для тех, кто опять же говорю не сведущий пропустил. Две площадки объединенные общей идеей, такие страны побратимы нас разделяет на не так много километров пути и общие идеи разделяют люди и с той и с другой стороны. Расскажите на самом деле пока что о нем чуточку поподробнее. Что он из себя представляет? Я хочу сразу сказать, что я могу рассказать как участник этого форума. Я была и собственно говоря 8 числа, 9 от меня ездил волонтер, который тоже рассказал чем закончилось в Киркенесе. Вообще мероприятие само это ЭКО Медиа Форум подразумевает под собой объединение журналистов, экологов Баренс Региона на одной площадке. Хочу немножко процитировать даже наверное журналиста Сергея Шахиджаняна, прошу прощения, который сказал о том, что много лет занимается журналистикой. И когда перешел работать в сферу экологии, в журналистике, и заметил, что идет абсолютно разный поток СМИ, абсолютно разный, что в Норвегии, что у нас для Норвегии. Россия такая плохая, мы все загрязняем, а от Норвегии собственно говоря экологические новости мы почти не слышим. Вот вспомните, попробуйте, что вы слышали в последний раз об экологии в Норвегии. Что там все хорошо? Все хорошо, да, и заводов у них нет, и люди не мусорят, все плохое только от нас идет. Соответственно, основная цель этого форума, это объединение площадки, это транслировать, чтобы мы принимали трансляцию оттуда, мы могли транслировать открыто, независимо туда. Баренс Ньюз, это информационное агентство, вообще изначально которое создано именно независимыми журналистами и экологами. То есть они не получают финансирование от государства, да, и могут транслировать действительно реальную правду, да, которая происходит на самом деле здесь и там. Ну, мы сейчас говорим о том, что вся задача, то есть вот такой лейтмотив, скажем так, для журналистики, это убрать всяческие барьеры, которые могут возникнуть в результате политических оттенков или каких-то интересов третьих сторон, которые защищать будут интересы, точнее позиции своего государства или там своих экономических планов и так далее. То есть просто взгляд, как он есть, там, в центр проблем в любом случае. А инициатива изначально, вы знаете, чья это, от Норвегии пришла идея или Россия подала задачу? Нет, это вот сам вот информационное агентство, Баренс Ньюз, это независимое агентство, которое создано нашими журналистами, в том числе, вот как я сказала, да, Сергеем, это Тимофеем Суровцевым, он руководитель, сейчас скажу вам, фонда Помор, экологический, центр экологического мониторинга Помор. Ну то есть, если предположить, если мы говорим, грубо говоря, об истории создания Экомедиа Баренс, вот он с прошлого года, с 2018, то получилось примерно так. Вот наши инициативные журналисты решили создать некий проект, площадку, которая позволит более масштабно и независимо взглянуть на проблемы экологии обеих стран. Нашли соответствующую поддержку со стороны норвежской журналистики и на двух площадках, и у нас и у них, решили провести такой форум. Вы присутствовали в прошлом году, в 2018? К сожалению, нет, не присутствовала, видите, чисто Арктика, достаточно молодая организация, я нырнула в эту сферу не так давно, к сожалению, в прошлом году я пропустила, но в этом году я уже была два раза на мероприятии от Баренс Ньюс, первое мероприятие у нас тоже было пару месяцев назад, я по-моему, тоже у вас о нем рассказывала, если я не ошибаюсь, награждали журналистов, да, и, собственно говоря, происходило анонсирование, да, открытие такого чудесного информационного... Слушайте, а мероприятия подобного масштаба при коллаборации нескольких стран или, может быть, хотя бы регионов, на вашей памяти, с участием именно Мурманской и Мурманской области уже проводились или это такой новаторский проект? Насколько я знаю, существовало, да, информационное агентство, единственное, что я не помню название, которое также работало и с нашей стороны, и со стороны Норвегии, но что-то не зашло, и информационное агентство закрылось, поэтому, не могу сказать, что это прям новый, да, формат, но я надеюсь, что этот формат будет более успешным, пока не мере развивается, он действительно с немильными шагами, и на территории Мурманской области, я вот сейчас как человек, который в этой сфере работает, я могу сказать, что у нас, к сожалению, очень мало действительно журналистов-экологов, которые понимают, о чем они пишут, ведь люди же получают информацию из источников, да, и хочется транслировать через журналистов информацию, актуальную информацию. Знаете, довольно странно, при условии, что вот эко-направление, оно уже не первый год царствует в России, по-хорошему, без иронического оттенка сказано будет мной, то есть набирает обороты и поддержку, как сейчас говорят, фидбэк, как от молодой аудитории, так и от поколения постарше, причем в совершенно разных локациях, то есть мы говорим о том, что экологию сейчас вот мало довели, экологию в детские сады, экологическое воспитание в школах, все чисто экологические инициативы от студентов, экология на работе, заботятся вплоть до, даже вот мы встречались с представителями электротранспорт, даже наши общественный транспорт, автобусы и троллейбусы подходят под стандарт Евро-5 с точки зрения сохранения экологии, выноса вредных газов в атмосферу и прочее, прочее. То есть уже нельзя сказать, что эко-направление это что-то такое, как маленькая группа людей, которые сопротивляются с монструозными заводами и там людьми, которые не соображают до чего, до какого состояния не доводят планету. И казалось бы, раз во всех этих направлениях, которые можно перечислить, то есть в любой условно-социально-бытовой локации об экологии думают серьезно, думают основательно, почему-то экожурналистика в нашем регионе, как вы говорите, развития как такового не имеет. Как вы считаете, а почему, с чем это связано? Честно говоря, не знаю. Наверное, на самом деле я не согласна с тем, что давно эко-направление работает. Я не говорю, что очень давно, но и не 2-3 месяца. Нет, я считаю, что в Мурманске направление, соответственно, экологическое, да, начало вот как снежный ком расти, 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 собственно говоря, с года экологии. С 2017, да, по-моему, год экологии у нас был. Если вы не ошибаетесь, то да. Да. Вот. И я думаю, что именно вот с этой точки отсчета можно считать, что действительно сейчас в Мурманске как снежный ком, это тоже, опять же, в хорошем смысле нарастает, это классно. Я думаю, что, может быть, просто на тот момент, когда, наверное, наши журналисты получали образование, наверное, не рассчитывали на то, что необходимо получить какое-то доп. образование в сфере экологии, да. Сейчас, надеюсь, журналисты уделяют этому достаточно внимания, изучают вопрос, но вот пока то, что я вижу, к сожалению. Ну, пускай будет это как галочкой-засечкой на будущее для всех тех, кто слушает и смотрит нас, и планирует связать свою жизнь с журналистикой. Это правильное решение, друзья, абсолютно не пожалеете. Экология. Вот за что нужно будет взяться, чтобы ваше портфолио и багаж знаний был полноценным. Ну, абсолютно, опять же, без шутка. Это можно отметить. А также любопытно ваше мнение вот как участника. Особенно, что интереснее, почему поинтересовался у вас, были ли вы в прошлом году, раз вы впервые посетили эко-медиа «Баренс», журналистику не зря называют четвертой властью. И действительно, во многих вопросах мировая история показывает огромное количество практик, как открытой информации, так и которая появляется 50-100 лет спустя, когда какие-то секретные документы всплывают наружу, что многие исторические решения и действия или даже эмоциональный фонд целых государств, целых наций по итогу зависел от того, как эта информация была подана, кем она была подана, в какое время она была подана и кто был заинтересован в том, чтобы она подала именно так. Ну, это очень долгий разговор, и это не кулуарная беседа, это, в общем-то, скажем так, стандартизированная терминология относительно журналистики. Но когда мы говорим о конкретно этом проекте «Эко-Медиа Баренс», простите, мы начали с вами диалог о том, что весь форум направлен на то, чтобы о вопросах экологических проблем как со стороны Норвегии, так и со стороны России говорили, наконец, в открытую. Как оно есть из первоисточника, сразу напрямую для целевой аудитории. Насколько эффективна сама журналистика, ваше мнение, вот как участников форума, когда вы все посмотрели, эту кухню изнутри, мы о ней еще успеем, естественно, сегодня поговорить, насколько это эффективно, кроме самого анонса? Я имею в виду, есть ли какой-то дальнейший результат, производятся ли какие-то действия? То есть вы уже видели, может быть, или почувствовали, что был затронут какой-то вопрос, который, скажем так, раньше нивелировался или как-то скрывался, благодаря этому форуму он поднялся снаружи, и над ним уже начали серьезно думать какие-то другие инстанции? Конечно. На форуме на этом была у нас Маргарита Митрофанова, известный очень журналист, ведущая радиомаяк, и нам анонсировали открытие фонда защиты китов. Рита Митрофанова является руководителем этого фонда. Вот, пожалуйста, проблема, которая действительно актуальна, и она есть, и затрагивает как Россию, так и Норвегию. И благодаря этому форуму мы об этом узнали, и продолжается вестись работа, в том числе журналистов, которые рассказывают о том, что здесь на самом деле убивают китов, причем чаще всего это беременные самки. И нам показывали видео, как это происходит китобоев, но это ужасно. Безусловно. То есть, с вашей точки зрения, как участника, такие форумы, они действительно эффективны, и их нужно больше для того, чтобы экологические вопросы поднимались на самые передовые позиции. Вы ходили в информационный авангард? Конечно, да, это однозначно. И в целом на этом форуме было очень много интересных участников. Поднимались вопросы, которые сейчас у нас горячие, пожары в Сибирь, в том числе, поднимались на этом форуме, разговаривали очень много об экологии. Нам представили топ самых экологичных городов. Я могу сказать, что... Любопытно. Не поверьте. Я в цифрах, я примерно скажу, к сожалению, у меня вылетело из головы. Точно статистико. По-моему, пятое, шестое место. Пятое место Москва занимает в этом списке. Шестое – Мурманск. По всей России. Ну, там показатель того, насколько выросла экологичность городов, да, по сравнению с... Не буду врать, каким годом. И Мурманск занимает очень уверенную, лидирующую позицию и растет вверх. Я с удовольствием это услышала, это классно. Нам рассказали о многих проектах, в том числе, благодаря регоператору, да, нам рассказали о том, что убирается тереберка, убираются свалки. Это классно. Сейчас как-то у нас вода чистится особенным образом, тоже экологично. И вот такие моменты рассказали, которые, честно говоря, живем в Мурманске, и занимаясь экологией, я и не слышала. Вы знаете, если Мурманск занимает уверенную позицию в виде шестого места по России, на спряжении какого-то года, я просто очень давно не путешествовал по России, мне прямо даже любопытно и боязно увидеть города, которые находятся на очень отдаленной позиции в этом топе. Я не согласна. Я считаю, что в Мурманске у нас вообще все отлично по сравнению. Все познается в сравнении, наверное. Я просто сейчас путешествую. Вот я о том и говорю, да. У меня был небольшой отпуск. Я была в Ярославле, была в Череповце, была в Вологде. То есть, в принципе, мы можем здесь на севере выдохнуть. В общем и целом хорошо. То есть работа идет, и она эффективна. Эффективна, конечно. Единственное, что людям, естественно, нужно начинать в первую очередь с себя. И бывая на тихой охоте, на выходных за грибами, и людям надо начинать с себя. О том, с кого нужно начинать, нам, дорогие друзья, и чем нужно заканчивать, в вопросах экологии и экологическом форуме «Экомедиабаринг-2019» сегодня в открытой студии мы поговорим более подробно уже после короткой рекламной паузы. Длится она будет не более полторы минутки. Все контактные данные я с удовольствием напомню после возвращения в эфир. Так что не переключайте «ФМ-волмы» и свой телеканал. Мы скоро вернемся. Реклама Продолжает говорить, показывать открытая студия, совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Арктик ТВ». Меня зовут Николай Дукмас, а в гостях у нас сегодня директор Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова. Я напомню, чтобы связаться с нами, вы можете позвонить по номеру телефона 99-45-45. Звонки пройдут напрямую. Простите за тавтологию в прямой эфир, если у вас есть вопросы и комментарии по теме. Ну или можете отправить сообщение на Телеграм, Вайбер или Ватсап. Плюс 7-921-708-2006 – это те самые цифры, к которым привязаны эти электронные мессенджеры. Сегодня мы общаемся на тему итоги второго экологического форума СМИ. «Экомедиабаринс-2019», он парней, точнее две недели назад состоялся, на двух площадках проходил. Одна площадка была в Мурманске, другая в Киркенессе. Соответственно, то, о чем я так долго оттягивал этот момент, уже несколько, скажем так, спойлеров от вас было. Безумно любопытно узнать, кто же был приглашенными гостями, кто выступал на площадках в Мурманске, каких интересных гостей вы сами увидели, кто вам запомнился, соответственно, на площадке в Киркенессе, какие звезды от мира экологии, журналистики или просто люди с горящими инициативами, которые вам запомнились, были вами замечены? Ну, как я уже сказала, естественно, Ирина Митрофанова – это прекрасный человек, это невероятная позитивная энергетика, она была ведущим на этом форуме, да, координировала работу, очень много рассказывал, вот, как я уже, да, тоже сделала спойлер небольшой про фон защиты кидов, который появился. Из приглашенных гостей была у нас Вероника Тарбаева, это профессор Ранг, и тоже она очень… Я с ней встречалась уже не первый раз на площадках в Москве, частом с ней встречаемся на дискуссионном клубе проектного офиса развития Арктики. Она также занимается развитием эко-волонтерства, и в целом у нее огромный список экологических достижений, и она очень интересный рассказчик, очень эмоциональный, тоже очень интересное выступление у нее было. Всегда приятно слушать человека, который горит в своем делу, да? Да, 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 прям очень рада была ее видеть, почти как старый знакомый. Соответственно, очень интересно было послушать Сергея Шахиджаняна, это известный журналист, и рассказывал он, опять же, со стороны журналистики, да, о проблемах экологии, и о проблемах журналистской экологии, ой, правильно, экологичной журналистики. О, как завернули. Тоже интересно рассказывала очень. И, наверное, Тимофей Суровцев, также мне очень понравился его рассказ, он рассказывал о центре экологического мониторинга «Помор», интересный у него был рассказ, небольшие итоги работы этого центра. А, соответственно, со стороны Киркинесса у нас был Курт. Как раз хотел спросить, вы так все перечисляете? Я думаю, а со стороны Киркинесса, видимо, был кофе-брейк. У меня просто очень яркие эмоции еще остались. Это было не две недели назад, это было просто пару дней назад, 8-9 августа, и у меня еще остались яркие эмоции, поэтому я так сразу вам выплеснула всех, но мне понравилось. Был приод охраны «Союз», Курт, не помню фамилию, думаю, ничего страшного. Ничего страшного. Не обидится на нас. Много ли популярных Куртов, действительно? А, и тоже очень здорово, это эколог-активист, попрошу заметить, что это природа охраны «Союз» является некоммерческой организацией, негосударственной, и со стороны, я почему-то отмечаю, потому что это очень важный аспект, опять возвращаемся к независимости, о том, что действительно был диалог, проведен напрямую с человеком, который заинтересован, не проплачен, и можно было найти совместные проекты и точки соприкосновения. Так скажите, вы так же в самом начале говорили, задали мне вопрос, давно ли вы слышали экологические новости из Норвегии, и вполне справедливо, нет, вроде как есть, может быть, и стереотипное мнение, может быть, потому что знания в этой области по верхам о том, что у них вроде бы как все хорошо. Очень хочется понять, чтобы и у наших зрителей и слушателей сложилось правильное мнение о том, когда мы будем говорить о результатах форума, это же не было одностороннее движение, то есть и русские журналисты, и журналисты из Норвегии говорили о том, какие проблемы надо решать в России. Обсуждались ли на этих форумах и с нашей стороны, и со стороны Экаркинаса их проблемы? Неточечно. Мне не нужно говорить о том, я имею в виду, какой-то конкретный поднимать вопрос, может быть, тему лекции или доклада, который они рассказывали. Просто любопытно узнать, так ли у них все хорошо и безоблачно, как думают люди, которые, собственно говоря, дальше территории Мурманска, не выходят налево-вправо. Ну, конечно, учитывая масштабы России, да, страны и Норвегии, то... Широка страна моя родная. Конечно, у нас не так все идеально, как в Норвегии, но и Норвегия, она малюсенькая, и по сравнению, да, с Россией. Да, в каких-то моментах у них действительно они шагнули... Далеко вперед? Ну, не далеко вперед, но вперед, да. Ну, уверенно хотя бы. Уверенно, да, уверенно шагнули вперед, но основные проблемы такие же, как у нас, у них есть, у них такие же заводы, у них такие же люди, поэтому основные-то проблемы они есть, и так-то засорение Баренцева моря, да, также, которое соприкасается, с которым мы соприкасаемся, то же самое у них. Почему спросил, было любопытно, насколько сильна вовлеченность с их стороны. Я имею в виду, вы знаете, когда, например, у вас дома все хорошо, вот прям идеально, у вас замечательная квартира, потрясающий подъезд, там все отделано, отремонтировано, стоит сигнализация, видеокамера, личный дворник и все в этом духе, вам довольно тяжело обсуждать проблему всего этажа или соседних этажей, потому что вы не можете быть полностью увлечены и сопричастны, так как очень быстро привыкаешь к своей зоне комфортно. Вот я для того и спросил. То есть, если на всем прошедшем форуме все-таки затрагивались в равной степени проблемы экологии Норвегии, тогда я понимаю, что это был полноценный диалог. Есть вопрос, который пришел на один из наших мессенджеров, его сдает нам некий Сергей, он спрашивает следующее. Раньше город, я так полагаю, что речь идет о Мурманске, а не о Киркенессе, задыхался от угольной пыли. Сейчас эту проблему решают экранами. А какая теперь главная экопроблема в Мурманске? Есть ли возможность ее решить? Во-первых, я не считаю, что проблема с угольной пылью решена. Я хотел это услышать от вас, да, как раз. Помним, да, что оценивать работу счетов можно через полгода и более. То есть, сейчас мы еще не можем стопроцентно с уверенностью сказать, что проблема решена. Я, например, пылью угольную, как видела, так и вижу у себя на подоконниках. То есть, для меня эта проблема пока что остается открытой. Я так понимаю, что Сергей задает вопрос на перспективу. То есть, хотя бы в этом направлении, мол, сейчас пошла какая-то подвижка. Я, честно, я могу сказать, наверное, самую главную проблему – это люди. Очень много мест отдыха, очень много мусора, очень много несанкционированных свалок. Мне вот буквально вчера активист, активный человек, да, которому не безразличная экология, прислал фотографии о том, что в одном из районов Мурманска на повороте образовалась огромнейшая свалка, с которой никто ничего решать не собирается. И вот он меня спрашивает, можно ли решить эту проблему? Проблему решить можно, я могу собрать волонтеров, да, мы можем убрать этот мусор, но можно привлечь регионального оператора, он всегда поддерживает нашу организацию, да, и увезет он этот мусор. Но проблема-то не решается, потому что через три дня эта свалка может снова образоваться. Я считаю, что главная проблема в нашей области – это мусор. Свалки несанкционированные, несовершенное законодательство, которое абсолютно никак не контролирует, не наказывает, оказывает, невозможно доказать организацию, кто вот эту свалку выбросил, это только если ты вот так человека за руку поймаешь. Вы знаете, это можно было бы очень легко доказать, если бы каждый сантиметр города напичкали видеокамерами, но тогда бы возникл совершенно другой вопрос о глобализации, где большие бросились за каждым твоим шагом. Видеокамера не является в суде доказательством того, что этот человек выбросил. Что же тогда делать? К сожалению, вот сейчас, на данный момент, я, насколько знаю, общаюсь также с Министерством природных ресурсов регулярно. Вопросы эти поднимаются, эти вопросы решаются на законодательном уровне, да, не к волонтерам. И вернемся к тому, с чем мы закончили до перерыва наше общение, да, начинать с себя. В первую очередь отказываться от пластикового потребления, от пакетов бесконечных, убирать за собой, привлекать своих детей, да, учить малолетство беречь нашу экологию, ценить. Мы с вами же как-то говорили, я не зря все время делаю акцент на том, что Чист Арктик – это на сегодня единственная организация в городе, которая занимается экопросвещением, начиная с детских садов, чтобы поколение, которое будет следующее, для них вот эти вот экологические акции, они будут уже не разовыми экологическими акциями, ух, классно. Для них это будет нормальная повседневная жизнь. Убрать за собой мусор, убрать мусор за другими, да, вот я опять повторюсь, была за грибами, я вынесла мусора с леса больше, чем грибов. Ну, потому что это невозможно, у меня от сердца разрывается, когда я на ягере, да, вижу на нашем прекрасном вот эти вот... То есть если прибегнуть к метафоре, Чистая Арктика – это такой информационный экран для подрастающего поколения, от так называемой угольной пыли, если мы подменим понятие. Да, да, да. И также можно посмотреть на результаты работы через какое-то время, когда дети будут подрастать. Да. В общем-то, я с вами согласен. Насколько людей, вот вы тоже сказали, не поймаешь, не отштрафуешь. Как показывает практика, в других направлениях, не связанных с экологией, большие штрафы, даже огромные штрафы, даже угроза лишения свободы в некоторых вопросах совершенно не пугают человека, который чувствует в себе азарт или желание, или просто вот, ну, такая этика в голове, такой менталитет. Да. Да. Самоидентификация, самовоспитание человека – это вопрос, конечно же, очень серьезный. И мы не раз поднимали вопрос, этот диалог с разными спикерами в разных направлениях, связанных так или иначе с психологией человека. Я думаю, что, когда мы говорим о Чистой Арктике и эко-воспитании, вопрос психологии тоже уместен. Конечно. Сложно говорить о том, что правильно сделать, как правильно поступить для того, чтобы взрослый человек условно взялся за ум, взялся за голову. Другое дело – ребенок, который впитывает информацию как губку, и уже при верном векторе направления его воспитания он может всю впитанную информацию разделить на хорошо и плохо, и для него это будут определенные направляющие столпы. Раз уж мы вернулись непосредственно к вам, к Центру экологических инициатив, вы свои предложения на форуме выдвигали? Я была спикером, но, опять же, вернемся к тому, что форум в первую очередь это был для журналистов-экологов. Я не журналист, и, соответственно, мне давали слово, да, и я сказала просто о том, что действительно очень важно сотрудничать для некоммерческих организаций, для экологических организаций, очень важно сотрудничество с журналистами, поскольку именно журналисты транслируют то, что мы хотим сказать, да, транслируют нашу деятельность, транслируют, опять же, то, о чем мы с вами говорим по экопросвещению, да, информацию, транслируют проблематики региона. И я говорила о том, что действительно это очень важно, и сотрудничество, и важно, чтобы журналист был действительно профессиональный и подкован в сфере, в которой он дает информацию. В данном случае, да, это экология. Это была основная идея вашего выступления как спикера? Да. Кстати, любопытно, она долго длилась? Мое. Да, форум же идет не 24 часа, пускай она длилась на 2 дня. Насколько большая аудитория? То есть как себя чувствуешь, когда выходишь и перед людьми, которые живут экологией, прям, можно сказать, решают вопросы, выступаешь со своим видением? У нас был лимит 5-10 минут, да, выступления, но в первую очередь, естественно, хотелось послушать профессионалов-журналистов, действительно, выслушать их мнение, как они это видят, поэтому я буквально пару продолжений сказала, вот, как активист, как общественник, да? Для людей, которые любят поговорить, лимит – это всегда плохо. Вот у нас, допустим, тоже есть лимит программы, и у нас осталось буквально полминутки до ее завершения. Если у вас есть желание обратиться к нашей аудитории, лучше сделать это прямо сейчас. Да, я, конечно, очень хочу сказать о том, что у нас будет отличное событие для города, для общественных организаций экологической направленности, для чистой Арктики. У нас 15 августа происходит открытие лаборатории устойчивого развития северных территорий. Это, наверное, я даже не буду вам сейчас рассказывать, я думаю, что мы откроемся, и я к вам приду и расскажу обязательно более подробно, мы с вами пообщаемся, что это, как это будет работать. Тогда сначала мы к вам, а потом вы к нам. То есть после 15 августа и увидимся. Ну а пока что мы вынуждены попрощаться. С нами сегодня в гостях был директор Центра экологических инициатив «Чистая Арктика» Екатерина Макарова. Меня зовут Николай Дукмус, и на этом «Открытая студия» завершает свое обещание. Всем хорошего дня. До свидания. До свидания. Открытая студия В точке лабораторий Продолжение следует...